Девчонки, всем привет! Сегодняшнее видео будет о моем уходе за телом. Начну со скрабов. И первый скраб, самый такой термоядерный, самый вот прям скраб, это вот такой скраб от чистой линии. Я про него уже рассказывала немножко, в принципе, что могу сказать. В состав входят измельченные косточки абрикоса, отвар целебных трав, крапивы, ромашки аптечные, чистотела, эфирное масло, апельсин, лаванда, кедр, полын, шалфей, анис, души, цитуэ, мята, базилик, можжевельник. Скраб сам по себе действительно такой термоядерный, наносить его удобно руками. Вообще все скрабы наносить удобнее руками. Я пробовала и на мочалку, и на такие перчатки отшелушивающие. Получается очень большой расход и, в принципе, какой-то никакой эффект. На мочалку особенно, потому что скрабы они не пенятся и просто, ну, в никуда продукт уходит. Руками удобнее всего. Руками хорошо разносится по телу и такой массаж классный получается. В принципе, пользуюсь этим скрабом, ну, так, от случая к случаю не очень часто, не очень он мне нравится, потому что он какой-то, если честно, никакой. То есть, да, там такие крупные, такие вот прям скрабирующие частички, то есть он в кожу именно, ну, не дерет, а вот, ну, ощутимый такой скраб на коже, но он не дает какой-то такой вот чистоты пор, ну, какой-то чистоты кожи. Он вот именно дерет кожу, а после него какое-то, ну, ощущения какие-то никакие. Поэтому, в общем-то, я его допользую, у меня здесь где-то вот столько осталось, но ни о чем скраб. Следующий скраб от Lush, такой вот руб-руб-руб. Lush вообще, у всей косметики какие-то такие названия смешные, забавные. Этот скраб с морской солью, очень классный у него запах, именно вот такой вот морской соли. Он такой голубенький, у него скрабирующие частички поменьше, он такой деликатный в этом отношении. Его тоже удобно наносить руками, он чуть-чуть пенится, но также губка очень много съедает, и перчатки, они тоже много в себя вбирают, то есть, ну, бессмысленно. Наносить удобно руками. Вообще, вот этот скраб, он классный, он такой очень мягкий, нежный, так вот ухаживает за кожей, не дерет ее, и после него очень классно остается ощущение вот прямо чистой-чистой кожи, она скрипит, вот прямо вот чувствуется, что кожа дышит, что все поры открыты, что вот прям классное ощущение именно чистой кожи. Так что вот этот скраб обратите внимание. Здесь, значит, состав мелкокристаллическая морская соль, вода, свежий сок из органических лимонов, настой цветков жасмина, абсолют мимоза, абсолют жасмина, абсолют цветков апельсина, масло лимона. Следующее мое, одно из последних приобретений, это вот такой вот гаммаж от Ифраше. Вообще, я уже говорила, я просто не могу от этого запаха. Запах, я не могу его передать, он такой вот цитрусовый, запах обалденный. Наношу его тоже руками, он, наверное, самый деликатный из всех скрабов, но на то он и гаммаж, да, он очень деликатный. Он очень хорошо очищает кожу и в то же время он ее очень хорошо увлажняет. То есть, это такое универсальное средство, он и скраб, и гель для душа, такое вот, что-то два в одном. Состав здесь косточки абрикоса, сок листьев агавы, пудра и драминдаля, эфирное масло с сари. Вообще, про все скрабы скажу, пользуюсь ими один раз в неделю, чередую, пользуюсь абсолютно по очереди. Вот последние две недели пользовалась этим гаммажем, потому что он у меня новый, вообще обалдею очень от запаха, прям мне нравится. Вот, а так, в принципе, чередую по настроению, пользуюсь всеми. Итак, переходим к следующей группе продуктов, это гели для душа. Гели для душа у меня на данный момент три, всеми я тоже также по очереди пользуюсь. Первый, это вот такой вот от Lush Flying Fox. Очень классный гель для душа, он очень здорово пенится, он классно пахнет, он очень здорово очищает кожу. Называется Страсть. В состав входит мед на первом месте, настой китайского дудника, корни репейника и цветков жасмина. То есть, вообще, очень классная штука. Вот, именно вот такой классный гель для душа. Классно пенится, классно разносится по телу, то есть, его я уже использую на губке. Очень классно очищает кожу. Супер вещь. Мой любимый гель для душа. Следующий гель для душа от EFRACHE. Вот такой вот. Это лимитированная версия, карамельное яблоко, кажется, называется. Да, карамельное яблоко. Аромат просто классный. Запах классный. Он такой вот, как вы знаете, шарлотку, когда делаете, вот такие вот печеные яблоки. И запах карамели. То есть, такое смешение ароматов печеного яблока и карамели. Очень классный запах. Вообще, неплохой гель для душа, неплохой. Мне он больше, если честно, нравится из-за запаха. То есть, запах вообще во всей душевой кабине. В принципе, неплохо пенится, неплохо очищает кожу. Ну, только вот, знаете, не сказала бы, чтобы ах. Обычный гель для душа, но запах очень классный. На самом деле, по-моему, его уже в EFRACHE нет. То есть, я его покупала где-то в середине декабря. Это была лимитка. Так, что здесь входит в состав? Водный экстракт яблока, экстракт гомомелиса, без парабенов. Гель для ванной душа с восхитительно лакомым ароматом яблока, карамели и ванильными нотками. Да, действительно, вот я уже сказала, аромат классный. Так, в принципе, такой средненький гель для душа, обычный. И последний мой гель для душа, вот такой вот, продается он в Латуале. Дольче Милк с виноградом, зелененький. Тоже, девчонки, запах, у них у всех очень разные запахи у геля для душа, и все я очень люблю. Здесь явный такой запах винограда, сладкий, такой вот сильный, резкий запах винограда. Вообще, очень классный гель для душа, он очень увлажняющий. Он хорошо пенится. Единственное, что у него большой расход. У него, наверное, самый большой расход вот из всех гелей для душа, которые я вам показала. Но, опять же, нравится мне то, что он здорово увлажняет кожу, и он ее как-то вот освежает. То есть, если вот этот гель для душа от Lush, он очень классно дает ощущение такой чистой кожи, вот этот гель для душа, он как-то обволакивает ароматом вот этого вот печеного яблока, карамели и ванили, и такой вот, какой-то вот такой, не знаю даже, как слово подобрать, но в какой-то мере душный, но вот такой вот именно обволакивает ароматом, ароматным таким облаком. Вот этот гель для душа, он освежает. Он неплохо, в принципе, очищает кожу и классно ее увлажняет и освежает. То есть, вот самый-самый-самый такой на утро взбодрится. Итак, в состав, что здесь входит, из интересного, да, протеины молока, экстракт винограда, касторовое масло, а лимонная кислота. Ну, в общем-то, это все, наверное, из интересного. В общем, вот такие гели для душа, для удобства, я их перелила вот в такие вот маленькие баночки. Это баночка у меня от Lush Olive Branch серия, она мне, кстати, не очень, ну, такой, вот этот гель для душа мне, кстати, не очень нравится, нравился, он у меня уже закончился. А вот этот вот Flying Fox, он очень классный, вот в этой баночке он у меня перелит. Дальше от Efrache вот в такой вот, ну, и, в общем-то, в такой же от Latuale. Они маленькие, удобные, в принципе, они вот у меня всегда в душе стоят, и по настроению я их чередую. Следующее средство от Lush, это кондиционер для тела. Вот такое вот, так вот он называется. Это кондиционер для тела, к сожалению, я вот не могу прочитать, что здесь входит в состав, потому что все уже у меня стерлось, все уже растрепалось. Ну, в общем-то, не важно. Осталось у меня вот немножко. Классный запах, такой очень увлажняющий, вот запах такой вот прям объемный такой, неплохой такой, сладковатый. Что из себя вообще представляет продукт? Это кондиционер для тела, я его люблю наносить вот такими вот массажными перчатками. После скраба он очень здорово увлажняет кожу, то есть вот после него не надо никакого молочка для тела. Он не очищает, то есть это не самостоятельное средство, это именно как бальзам. Как бальзам для волос, точно так же бальзам, такой кондиционер для тела. Он делает кожу бархатной, очень классно увлажненной, бархатной. То есть вообще продукт мне нравится. И люблю его использовать именно после скраба, чтобы так вот смягчить, увлажнить кожу. Он такой достаточно жирненький, в состав здесь входит куча-куча разных масел. То есть вы его наносите и потом надо хорошенечко его смыть водой, также вот помассировав тело. Вода на нем скатывается в такие крупинки, но для тела вообще очень классная штука. Ну и переходим к средствам для увлажнения. Нет, это молочко для тела, у меня их два, от Лаш и от Ифраше. В принципе, рассказывала уже про оба, повторяться не буду. Вкратце расскажу вот от Лаш, такой карма-крим. Тоже осталась уже половина. Потрясающий запах после того, как вы его наносите на тело. Вокруг вас такое облако из запаха. То есть я вот себя прям чувствую в таком действительно облаке, ароматном. Очень хорошо увлажняет кожу, достаточно жирно, тем не менее, очень быстро впитывается. Но после него создается такое ощущение, вот именно, знаете, уют. Хочется запутаться в халат, в плед, лечь в постель, взять в руки кружку горячего шоколада и вот перед камином лежать, отдыхать или смотреть телевизор в кровати. То есть такой вот уютный очень аромат и достаточно резкий. Сюда в состав входит куча-куча масел, значит, вода цветков в апельсина, миндальное масло, какао масло, стериновая кислота, масло пачули, масло апельсина, лавандовое масло, сосновое масло, масло лимонграссовое масло, масло аэлеми, то есть куча-куча масел входит в состав, поэтому, ну, такая штука очень классно увлажняющая. И второе молочко для тела, вот такое от чистой линии, воздушное молочко для тела с медуницей и таволгой. Вот это молочко для тела, оно, наоборот, создает ощущение свежести и легкости кожи. Оно хорошо увлажняет, оно очень быстро впитывается, у него очень-очень легкая, действительно такая воздушная консистенция. И оно как-то вот нет ощущения именно такого сильного увлажнения, прямо вот что аж поры закупорены вот этим увлажняющим кремом. Оно очень легкое, и оно как-то вот, оно впитывается, половина впитывается, а вторая половина, такое ощущение, что как-то вот испаряется с тела. И именно ощущение свежести, легкости. Пахнет тоже очень классно. Очень такой легкий, ненавязчивый, приятный запах. Здесь, значит, в состав входит экстракт медуницы и экстракт таволги. Вот эти вот два крема, они абсолютно разные. То есть смотря для чего, я использую на самом деле по настроению. Когда там на улице холодная погода, пурга, метель, такая вот сонная погода, мне хочется забраться куда-то в постели и вообще ничего не делать, то я пользуюсь вот этим молочком. Когда мне, у меня такое боевое настроение, в общем-то, когда такая жажда активности, хочется куда-то бежать и в то же время коже нужно увлажнение, я пользуюсь вот этим вот молочком. То есть они разные. Оба их я очень люблю, обоими пользуюсь по очереди. Вот, девчонки, такое длинное получилось видео. На самом деле много у меня продукта для тела. Ни один из них не стоит. Всеми я пользуюсь, пользуюсь активно. Все их очень люблю. Сейчас, наверное, вот из самых любимых могу назвать вот такой вот гамаш от Ифраше, гель для душа от Lush Flying Fox и молочко для тела от чистой линии у меня сейчас любимое. Вот, такой вот обзор получился. Надеюсь, вам было интересно, понравилось. Ставьте пальчики вверх, пишите мне комментарии, чем вы пользуетесь, как вы ухаживаете за телом, особенно зимой. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.